Привет, друзья! С первым апреля вас! Нам, конечно, не до шуток, и сегодняшний выпуск моего блога выходит вот в таком импровизированном павильоне, в Теплице, на моей даче. И не в хорошей жизни я здесь оказался вчера, приехал полить рассаду, как внезапно, вышел указ губернатора Красноярского края Александра Уса о принудительной самоизоляции. Вот где ты был, ты как вкопанный, грубо говоря, и обязан находиться, не создавать угрозу для окружающих и для самого себя. Оказался я на даче, ну, собственно, я не сильно от этого переживаю, потому что все-таки лучше быть поближе к земле, где ты можешь заняться не только в четырех стенах, какими-то книжками, телевизором, немножко поговоряться в грядках, немножко убраться на участке, подготовиться к дачному сезону, а работы, как обычно, на земле, как вы знаете, хватает. За окном немного задувает ветер, и для того, чтобы звук был почище, вот я сел здесь в теплице, для того, чтобы вы меня нормально слышали и видели. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о законности, принимаемых властью мир по ограничению наших свобод и прав. Если смотреть на ситуацию как обыватель, то вы можете сказать, что, ну, чиновники, наверное, молодцы, предпринимают адекватные, правильные меры для того, чтобы наша страна просто не была уничтожена этим вирусом, и эпидемия не захлестнула сотни тысяч людей. С чего все началось? Когда в Москве несколько дней назад количество заразившихся коронавирусом приблизилось к угрожающей, по мнению Собянина, отметке в тысяча человек, было принято решение мэром ограничить передвижение людей, вести режим самоизоляции. И все бы ничего. Ну, казалось бы, ну, наверное, у чиновника большие полномочия, он вправе делать то, что считает необходимым для безопасности, для здоровья москвичей. Но, бац, и выступает сенатор от Красноярского края, руководитель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас. И что же он сказал? Он сказал неожиданные слова. Давайте я вам процитирую. Он заявил, что в соответствии со статьей 55 Конституции ограничение прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях. А значит, введение таких ограничений исключительная компетенция федерального собрания и президента, заявил Клишас. А я напомню, что с 30 марта по распоряжению Собянина покидать квартиру москвичам можно будет лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной угрозой жизнью и здоровью для поездок на работу тем, кто обязан на нее ходить, совершение покупок в ближайшем магазине или аптеке. То есть, фактически, не последнее лицо в политике и федеральном собрании Российской Федерации Андрей Клишас перечеркнул то, что постановил мэр Москвы Собянин. Сказав прямо, что это компетенция президента России Владимира Путина, это компетенция федерального собрания, то есть Госдумы и Совета Федерации. Ни президент, ни Государственная Дума, ни Совет Федерации не принимали таких решений. Так был ли законен указ мэра Москвы Сергея Собянина? Если учесть те доводы, которые озвучил Андрей Клишас, то нет. Это фиитина грамота. Что же происходит дальше? Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на регионы России. То есть, я напомню, что правительство России, кабинет министров, во главе с Михаилом Мишустином, председателем правительства, не обладает компетенцией и полномочиями вводить особый режим по стране или в отдельном взятом городе. Что же он говорил, Михаил Мишустин? Премьер-министр обратил внимание губернаторов, например, столицы Московской области, где с 30 марта введен режим всеобщей самоизоляции. По словам Мишустина, необходимо проработать возможность распространения данных мер на всю страну. И, наконец, с 31 марта эта инициатива дошла и до Красноярского края. Губернатор УС издал указ, который, я так понимаю, вступает в силу практически немедленно с 1 апреля, с Дня Смеха. И теперь аналогичный режим самоизоляции работает и в Красноярском крае. Я вам прочитаю несколько выдержек из этого указа. Очень занимательные юридические формулировки. Указ губернатора Красноярского края об ограничении посещения общественных мест гражданами самоизоляции в скобочках на территории Красноярского края. Постановляю, с момента вступления в силу настоящего указа до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать замечу, не рекомендация, не предложение, не дружеский совет губернатора, а обязанность каждого гражданина, либо компании, либо фирмы, предприятия обязать выполнять следующий указ. Граждан соблюдать дистанцию, до других граждан не менее полутора метров социальное дистанцирование, в том числе в общественных местах и в общественном транспорте. В общественном транспорте, как вы представляете, вот маршрутка, если через каждые полтора метра вы будете садить по пассажиру, сколько человек там, 10 вы будете возить на автобусе, в который может вместиться человек 50, а что, как они будут ездить, и как они будут окупать-то свою деятельность. Кто-нибудь об этом задумался, кто-нибудь решил либо компенсировать, либо вообще к чертовой матери закрыть пока движение общественного транспорта, между прочим, я вот как раз об этом писал несколько дней назад, почему не сделана эта очевидная мера. Хотите, чтобы был карантин, хотите, чтобы люди не распространяли вирус, прекратите движение общественного транспорта в городе. Ведь маршрутки это самое очевидное место, где вирус может распространиться практически на всех пассажиров общественного транспорта. Именно так мы с вами заражаемся ОРВАИ, гриппом и черт знает чем, вплоть до туберкулеза. Почему вот эта очевидная мера не сделана, для меня непонятно совершенно. Этот указ обязывает предпринимателей обеспечить соблюдение гражданами, в том числе работниками, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях. Очень интересный третий пункт. Обязать граждан не покидать место жительства, место пребывания, за исключением случаев следования к месту, от места осуществления деятельности, в том числе работы, которая не приостановлена в соответствии с федеральными и краевыми правовыми актами, направленными на предупреждение коронавирусной инфекции, в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, выгула домашних животных на расстоянии не превышающим 100 метров от места проживания, места пребывания, обращение за экстренной неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также иных экстренных случаев. Вот вы мне скажите, если в Красноярске проживает 1 миллион 95 тысяч граждан, какими ресурсами, средствами, силами губернатор Красноярского края Александр Ус решил это контролировать? Ведь по сути указ появился, это серьезный документ юридический, который должны спустить всем участковым, Росгвардии, ФСБ, врачам, скорым, чиновникам, социальным службам, они как-то должны это все контролировать? Они должны следить за людьми, которые выходят и чуть ли не шагами замерять, ага, ты на 100 метров ушел от дома, а ты зашел сейчас в магазин рядом со своей квартирой или ты оказался в другом районе? Может быть, инспекторы ГИБДД должны перекрывать целые улицы и как валом просто проверять всех водителей, куда вы едете? Вы почему тут оказались? Я абсолютно уверен, что ничего этого делаться не будет. Каким образом краевая власть, губернатор, планировали исполнять этот указ? Или он не для того, чтобы его исполняли надзорные контролирующие органы, а для того, чтобы просто людей напугать и как-то призвать к самодисциплине? Ну, так тогда вы это в документе пропишите. Но ведь документ по его юридическим формулировкам не является рекомендацией. Он содержит такие глаголы, как постановляю, обязать, сделать, немедленно, выполнить и все остальное. Что это за документ и что это за юридическая практика? Ведь наш губернатор, он вообще-то доктор юридических наук, он подписал этот документ. Это не просто так, взял что-то, выдал, а вот люди напугаются, а какие там будут юридические последствия, не важно. Кто спорит-то? А где прокуратура, которая бы сделала юридическую экспертизу, которая бы возразила по поводу указа, который противоречит Конституции? Где суды, которые закрыты и вообще не рассматривают никакие иски, никакие возражения людей? Вы понимаете, что сейчас такой режим не только самоизоляции, но и полного бесправия. Вот что вам скажет ваш местный царек, мэр, губернатор, то вы будете делать и не сможете спорить. А потому что где вы будете оспаривать? А негде. Все на карантине, все отдыхают. Зачем нужен указ, чье исполнение невозможно проконтролировать? Зачем нужен указ, в котором не прописана даже ответственность за его неисполнение? Ведь вы заметьте, в нем нет никаких отсылок к кодексу об административных правонарушениях, чтобы вас оштрафовали, задержали, арестовали. Никаких наказаний. Я читаю все комментарии, которые вы пишете у меня в Инстаграм, в Фейсбуке, в Ютубе. И один из комментариев я хотел бы прочитать. Тут многие радовались введенным мерам, как президентам, так и губернаторами и мэрами, покрикивали на тупых нарушителей режима, которым дома не сидится. А между тем, никто не удосужился прочитать эти Филькины постановления. Однако в этом вопросе все совсем непросто. По Конституции каждый гражданин имеет право на передвижение. Статья 27. Право на работу. Статья 37. Существенно ограничить конституционные права граждан можно только введя режим чрезвычайной ситуации ЧС с последующим карантином в случае эпидемии, комендантским часом и так далее. И вести этот режим может только президент. Что же имеем на сегодняшний день? Иград Конституции, и руководители регионов в своих обращениях ни разу не употребили этих конкретных слов. Выдумали выходные, каникулы, теперь еще режим домашней самоизоляции. Если угроза реальна, как сейчас кричат из каждого утюга, то почему нет этих конкретных законных мер? Почему в Индии, Италии, Испании и так далее введен режим ЧС, а у нас какие-то непонятные режимы и словесные конструкции? Все очень просто. В режиме ЧС заботу за обеспечение населения жизненно необходимыми товарами, лекарствами и так далее берет на себя государство. А выполнение мер является обязательным, и уже тогда несоблюдение карантина может караться уголовно. Они как сейчас хотят ввести штрафы, пропуска и прочий бред. Выполнение обязательств приостанавливается, выплата ипотек, кредитов, арендных платежей, зарплат, алиментов и так далее. Сейчас же выходит, что ИЧС не введен, и работать не дают. Откуда в таком случае возьмутся зарплаты, оплата арендных платежей, ипотеки и прочие платежи? И когда в один прекрасный день зарплата не плюхнется на карту в положенный день, возмущенный работник удаленки начнет создавать гневные посты про подлый бизнес, который просто взял и помер из-за таких вот интересных мер, введенных в то время, как его сотрудник строчил гневные посты про непонятливых сограждан и мудрого президента. Всем здоровья! Вот такой вот комментарий. Тем не менее, ситуация меняется. Накануне Госдума приняла ряд поправок законодательства, в том числе, наделив правительство России компетенцией объявлять режим чрезвычайной ситуации. Но, как мы видим, никакого объявления до сих пор не происходит. Для чего на самом деле нужен режим чрезвычайной ситуации? Он просто, как воздух, нужен бизнесу, тем, кто снимает в аренду помещение. У большинства предпринимателей договоры аренды площадей, торговых, либо не торговых, офисных, каких угодно, заключены на очень жестких условиях, которые поменять, облегчить, снизить стоимость возможно только в случае объявления либо чрезвычайной ситуации, либо форс-мажорных обстоятельств. Но сегодня режим чрезвычайной ситуации не объявляется, форс-мажорных обстоятельств юридически не возникает, у людей горит бизнес, у них нет выручки, а владельцы площадей говорят, ребята, ну это ваши риски, надо было раньше думать. Были времена, когда вы деньги гребли лопатой, вот теперь вы немножко огребаетесь в другую сторону. У нас тоже загредитованность, лизинги, хуизинги, все остальное. Поэтому давайте-ка будем жить в правовом поле. А если вы хотите съехать, то оплатите нам трехмесячную аренду площадей, как у нас прописано в договоре, или сидите здесь и платите бабки, как ни в чем не бывало. Поэтому сейчас государство взяло очень выгодную для себя тактическую модель, когда государство не сильно-то тратится на бизнес. Оно будет поддерживать только те предприятия, которые вот пострадали от коронавирусной инфекции. И уже определен их перечень. Предположим, как уже пишут некоторые директора СМИ, а средства массовой информации эта ситуация не коснется. Не важно, что там выручка упала в 2-3 раза или вообще там до нуля практически. Не важно, что обрываются контракты на десятки миллионов рублей, и на это уже жалуются медиа-менеджеры. Но телеканалы, интернет-газеты, радио, они сейчас просто потеряют огромные деньги. Они будут вынуждены оптимизировать расходы. Они будут вынуждены сокращать людей. И государство им ничего не компенсирует. И замечательная идеология у этого всего. Я уже это вижу в интернете, как пишут. А пусть выживут сильнейшие. Те, кто слабые, кто не в состоянии барахтаться, а так им и надо. Пусть останутся Russia Today, ВГТРК, городские новости, наш Красноярский край и прочие государственные и муниципальные газеты. Вот такая выборочная помощь, друзья. Нам рассчитывать можно только друг на друга, только на себя. И на самом деле страшно за всех нас, ребята, потому что, скорее всего, у многих очень херово сейчас станет с деньгами. Многим уже объявили работодателей о сокращении зарплаты. Кого-то уволили, кого-то вынуждают писать заявление на отпуск без содержания или просто об увольнении по собственному желанию. Происходит, конечно же, беспредел. И здесь единственное, что хотелось бы ждать, что государство повернется к нам лицом, что поддержит бизнес, что поддержит каждого гражданина. Вы посмотрите, москвичи по 19,5 тысяч рублей будут получать, если потеряют работу. В Красноярском крае уже объявили то же самое, что в Москве, но никаких в 19 тысячах речи не идет. Потеряли работу, нет у тебя денег. Ну, как-нибудь покрутись, ну, это же твои проблемы, ну, тебе же не впервой. Чем москвичи лучше сибиряков, я понять не могу. И почему государство отделяет людей на белых и черных. Все, на что можно надеяться, это только на себя. Это на огород, на теплицу, что посажу тут помидоры, огурцы, высадить картошку, собрать урожай и хоть как-то продержаться вот хотя бы на этом. Я думаю, что сегодня многие люди, они эмоционально еще держатся за счет того, что у них есть земля. У кого-то есть земля, у кого-то есть дача, свой огород, который может прокормить, но кто остался в четырех стенах, да еще не дай бог, в арендованной квартире, мне реально, ребята, вас жалко. Как вы будете выживать, я считаю, что надо бить во все колокола. Не надо сейчас сидеть, сложа руки, необходимо давить на власть. Необходимо всеми возможными способами кричать о том, что вы делаете. Вы посмотрите, какие примеры у других государств. Ведь везде поддержка, везде льготы, везде прямая помощь людям и предприятиям, только не у нас. У нас такое ощущение, что никто никому не нужен. На сегодня все, друзья. Держитесь. Это YouTube канал Красньюз. Если вы впервые оказались на нашем канале, подпишитесь. Поделитесь этим видео с друзьями. Будьте здоровы и не пропадайте. Субтитры сделал DimaTorzok